По мятую крышу, капот, поврежденные зеркала своего авто обнаружил отец Елены 1 января прошлого года. С крыши дома упала ледяная глыба. Предъявить ущерб к управляющей компании, ответственной за очистку крыши от наледи, удалось через суд. Решение вынесли в пользу пострадавшей стороны. От ООН новая управляющая компания, они вместо 70 тысяч, получили только 497 рублей. Я говорю, что как же нет денег, если в обслуживании управляющей компании много домов и деньги на расчетном счете должны быть. На что она мне показала расчетный счет, говорит, вот этот расчетный счет пуст. Тогда я думаю, ну как так может быть, и начала рыться в квитанциях на оплату. Оказалось, что в квитанциях на оплату указана не новая управляющая компания, а новая УК. Естественно, расчетный счет указан другой. То есть все денежки перечислялись на новую УК, с которой договор мы не заключали. Сейчас многоквартирным домом в поселке Южный управляет компания с похожим названием ООН новая УК. Новый и директор Алексей Ефанов. По словам руководителя прежней управкомпании Ефановой Елены, возмещение ущерба за поврежденное авто осуществляется в рамках правового поля. Судебное решение, оно исполняется судебными приставами. И, соответственно, там есть процедура, порядок получения этих денежных средств. У нас сводное исполнительное производство, да. И, соответственно, порядки очереди, я так понимаю, физическое лицо наравне с юридическими лицами может получить свою плату по долгу. Очереди на взыскание большие, как и сумма долга УК. По нашей информации, ООН новая управляющая компания задолжала налоговикам и ресурсоснабжающим организациям крупные суммы. Сводное исполнительное производство в отношении должника новая управляющая компания о взыскании задолженности в пользу юридических лиц, физического лица на общую сумму более 5 миллионов рублей. За должником имущество, на которое можно обратить взыскание, не числится. Однако открыты расчетные счета в банках. На данные, на денежные средства, находящиеся на данных расчетных счетах, обращено взыскание. По мнению юристов, в данной ситуации все действительно в рамках правового поля. А учитывая долги УК, получить возмещение за поврежденный авто крайне сложно. Разве что УК выплатит его в добровольном порядке. Юлия Васюкова, Игорь Щепотев, Новости Тула.